Теплая грядка И в других регионах с подобным климатом этой умеренной полосы могут наблюдаться возвратные заморозки. А это довольно опасно для теплолюбивых растений. В особенности таких, как растения семейства тыквенные, это огурцы, тыква, кабачок и посленовые, а именно томаты. Томаты у нас традиционно выращиваются как в защищенном грунте, в больших таких теплицах под поликарбонатом или пленкой, так и детерминатные кустовые сорта под временным укрытием. Но как раз таки временное укрытие может не давать достаточного количества тепла. Именно поэтому теплолюбивые растения необходимо высаживать на теплой грядке, для того чтобы гарантировать большой урожай и успех в их выращивании. Теплую грядку устроить совершенно не сложно. Самым трудоемким является процесс снятия грунта на глубину не меньше 30 сантиметров, а то и больше. После того как грунт на грядке будет снят, его необходимо заполнить различными органическими материалами. Это может быть конечно навоз, помет, они дают прекрасное тепло. Это может быть помет смешанный с опилками, это может быть навоз смешанный с соломой, это может быть просто солома или сено. Также приветствуются и другие материалы, древесные отходы, всевозможные веточки, просто опилки в чистом виде. Это могут быть какие-то растительные остатки и так далее, и так далее. Я для нашей теплой грядки буду использовать в том числе отходы от фасоли. Я занимаюсь селекцией фасоли и достаточное количество семян фасоли, особенно не всхожих, мне доступно. Поэтому вместо навоза я буду использовать именно этот материал. А вообще-то органические удобрения, то есть именно навоз и помет являются наиболее предпочтительными для устройства теплой грядки. Я уже отмерил необходимую площадь, моя грядка будет примерно 4 метра на полтора метра шириной. И я сейчас займусь снятием грунта. Важным мероприятием по устройству теплой грядки, особенно если вы ее устраиваете без использования органических удобрений, типа навоза или помета, является тщательный пролив вот этих растительных остатков, которые вы заложите в грядку, мочевиной или другими азотными удобрениями, селитрами и так далее. Для чего это необходимо? Дело в том, что тепло как раз дает микрофлора, которая разлагает органическое вещество, минерализует его. И для того, чтобы микрофлора хорошо работала, правильно работала и давала достаточное количество тепла, необходимо обеспечить ее азотом. Иначе тепла будет недостаточно, она не сработает эффективно. Кроме того, органическое вот такое неразложенное вещество при его разложении использует очень много азота. Именно микрофлора использует очень много азота. Из-за этого почва объединяется и нашим сельскохозяйственным растениям этого азота не хватает. Вот для того, чтобы не вызвать вот такую ситуацию нехватки азота и недостаточной эффективности теплой грядки, нам необходимо обязательно обработать все растительные остатки азотсодержащими удобрениями. Вы можете их просыпать сухими удобрениями, либо пролить. Обычной дозой является 1 литр удобрения на 2-3 квадратных метра вашей грядки. Кроме того, я, например, еще буду использовать микробиологические удобрения, которые я приготовил дома на основе картофельного отвара. А также в почву, после того, как засыплю нашу теплую грядку, добавлю триходермин домашнего приготовления, для того, чтобы избежать каких-либо корневых гнилей, а также уничтожить большое количество возбудителей всевозможных болезней. Итак, мы сделали траншею от середины грядки примерно на 2-3 ширины грядки. По обеим сторонам мы сделали валики земли, которые вынули из траншеи. Траншею забили всеми нашими растительными остатками. Вниз положили более крупные кусочки, например, веточки, щепочки, доски. Сверху прикрыли более быстро разлагаемыми остатками соломой, початками кукурузы, шишки хвойные. Все это смочили мочевиной. Сверху смочили раствором культуры активных микроорганизмов, которые там начнут работать после того, как мы засыпем нашу грядку. После того, как мы ее засыпем и выровняем, мы накроем ее черным спонбондом, а через неделю будем сеять сюда огурцы. На точно такой же соседней грядке мы посадим рассаду детерминатных сортов томатов. И будем надеяться, что все у нас будет расти очень хорошо. Я надеюсь, что вот этот маленький экскурс в искусство создания теплых грядок и для чего они нужны, поможет вам получить богатый, здоровый, хороший урожай теплолюбивых сельскохозяйственных растений. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, потому что ждите наших следующих выпусков. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, задавайте вопросы. Мы всегда рады помочь вам в этом достаточно нелегком деле, так как садоводство и огородничество. Всего хорошего, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok